более пяти километров. Поэтому эта область охранялась отдельными крепостными башнями. Своей значимостью горная стена, уходящая от Дербентской крепости далеко на запад в Кавказские горы сравнима с Великой Китайской стеной. Система укреплений Дербента слыла неприступной, но, тем не менее, известно, что и она не выдерживала ударов северных завоевателей. Трудно сказать, как это происходило, действовали ли враги измором, или помогала измена, переходили ли в руки северных завоевателей только нижние укрепления у моря, или сдавалась сама цитадель. Очевидно, бывало по-разному. Историей Агван в одном месте описывается переход армии тюркютского кагана Джебу Хакана, князя Севера, владыки всей земли и царя всех царей. Он, Джебу Хакан, отправил отборных воинов-всадников, искусных лучников, числом в одну тысячу, которые внезапно перешли через ворота Чора, пренебрегая внутренней стражей города и другими отрядами персидского царя, посланными туда для охраны великих ворот. Как орлы, пролетели они вдоль большой реки Куры, не щадя никого из тех, кто попадался им, они держали путь через страну иверов и игеров. В период войны 20-х годов VII век, в год убийства Хосрова II, 628 год, Хазары, согласно Мавсесу Каланкатуации, овладели Чора и даже разрушили его до основания. Вероятно, они захватили Нижний город, то есть, собственно, город в проходе Чора, тогда как цитадель уцелела. Во всяком случае, она не была разрушена. Вскоре, однако, при неясных обстоятельствах Сассаниды вернули Дербент. В VII веке, в правлении монархов из династии Сассанидов, ввиду частых набегов с севера на земли, лежавшие к югу от Дербентского оборонительного комплекса, была дополнительно укреплена система Хосрова Ануширована. Были построены врата, в Мухахском ущелье, Ликицкая дорога, северо-восточным началом которой была Хасвертовская зона Дагестана, защищаемая жителями села Калил. Это был дополнительный элемент оборонительной системы, созданный на Восточном Кавказе Хосровым I Анушированом. Новый этап развития Дербента связан с вторжением арабов в VII веке. С этого времени начинается активный процесс исламизации населения города. В то время была построена старинная Джума-мечеть. Халиф Амар передал управление Дербентом Абтар-Рахману ибн-Рабиа, который был комендантом крепости до 652-653 годов. В 651 году арабы захватили Дербент, однако прочно закрепиться в нем они смогли лишь при Маслане ибн-Абталь-Малике в 733-734 годах. Маслама приказал разрушить с двух сторон стену и, назначив Абтал-Азиза правителем Армении и Азербайджана, возвратился в Дамаск. Вскоре хазары снова заняли Дербент и, не восстановив разрушенную крепость, ежегодно совершали набеги на Армению и Азербайджан. По причине беспрестанных жалоб жителей этих провинций вторично был послан в Дербент с 40-тысячным войском. Овладев им, он привел в порядок крепостные стены и, оставив там пятитысячный гарнизон, возвратился назад. Спустя несколько лет Дербентский гарнизон был доведен неприятелями до того, что ни один человек не мог выйти безопасно из крепости. Хазары прорывались через ущелья и по-прежнему грабили Армению и другие провинции. Хотя Абтал-Азиз иногда и оказывал им сопротивление, остановить их совершенно он не мог, и таким образом борьба между арабами и хазарами продолжалась беспрерывно. Новосельцев АП. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы. Баб Сахипа-Сарир – крепость владителя Сарира, области, расположенной выше Дербента, Баб Филан-Шах, охраняемая войсками владителя Филана-крепость, предположительно локализуемая южнее Самура и западнее маскота Баб Карунан, у Якута, Баб Тарунан, прочтение вероятное. Предположительно это название можно связать с Карахом, владением к западу от Хайдака по направлению к Сариру. Баб Табар-Саран-Шах – крепость, охраняемая владетелем Табар-Сарана-Табасарана, Баб Эл-Иран, Эл-Айран-Шах, упоминается Албалазури Айран-Шах, Иран-Шах, соответствует современной лагической долине, одному из сосанитских вассальных княжеств, впоследствии объединенных с Ширваном, Баб Либан-Шах и Баб Ануширван, у Якута эти названия отсутствуют. Первая из них соответствует албанскому племени Лбинан-Элпины, Лупини, населевшему Алазанскую долину. Вполне возможно, что оно и было первоначальным названием города Ширван, упоминаемого в источниках X века, согласно Якуту этот город, построенный Ануширваном и названный его именем, впоследствии между ним и Дербендом привели к тому, что отдельные ученые, начиная с XIX века, сомневались в реальности существования такого города и отождествляли его с Шабраном. Охрана крепости Баб Ануширван, зазванный Игн Хардбехом, очевидно, была вверена правителю этого города, который предположительно находился где-то в районе Гильгильчая. Идея переградить гигантской стеной большой участок земли от моря до высоких гор воистину была фантастической, но такая стена была крайне необходима. Строительство же двух таких стен с поперечным городом-коридором между ними казалось невероятным, но и оно было осуществлено. Дербендская крепость и Старый город включены ЮНЕСКО в список мирового наследия. В 1071 году Дербенд был захвачен турками-сельджуками, а в XIII веке – монголами. В XVI-XVIII веках входил в состав Персии. В 1722 году был присоединен к России в результате персидского похода Петра I, в 1735 году по Гинжинскому договору вновь отошел к Ирану. С 1743 года являлся центром Дербендского ханства, резиденции Надир Шаха. В 1813 году по Гюлистонскому мирному договору окончательно присоединен к России. С 1846 года Дербенд – губернский город. В северо-западной части цитадели есть подземное сооружение, перекрытое крестовыми сводами, которое долгое время считалось вырубленным в скале водохранилищем. Однако позднее исследователями было установлено, что это крестово-купольный христианский храм, построенный в V веке, а затем погребенный под мощными тысячелетними пластами. По свидетельству историков, Дербенд до середины VI века был христианским центром Кавказа. Сохранились остатки цитадели, дворцовых сооружений различных исторических периодов – албанского, античного, сасанитского, арабского – периода существования Дербендского ханства. Верхняя старая часть Дербента, примыкающая к цитадели – типичный мусульманский средневековый город с сетью узких кривых улиц, на которые выходят глухие фасады домов, мечети, фонтаны, бани, остатки караван-сарая. В нижней новой части, тщательно распланированной, сохранились здания 19-го начала 20-х веков, вокзал, пассаж, армянские храмы и другие. После Дербендского прохода вторым самым важным кавказским проходом, называемым арабами Калаталалан, ворота Аланов, считался Дарьяльский. В мусульманское время бытовала легенда об их постройке легендарным персидским царем из Бандирам, сыном Биштасфа. Масуди, писал, между царством Аланов и Кавказамисть так называемый замок Аланских ворот и мост на большой реке Терек. Эта твердыня была построена персидским царем из Бандирамбы. Биштасфам в двух стихотворениях персы упоминают этот замок и то, как из Бандирбы. Однако еще в самом начале нашей эры Плиний Старший. 24-й год нашей эры, 79-й год нашей эры, упоминает о Дарьяльских воротах. За ними находятся Кавказские ворота, многими очень ошибочно называемые Каспийскими, огромное создание природы, образовавшееся вследствие внезапного разрыва гор, самый проход огорожен обитыми железом, бревнами под ними посредине течет вонючая река Терек, а по всю сторону ворот на скале лежит укрепление по имени Кумания, построенное с целью препятствовать проходу бесчисленных племен. Таким образом, в этом месте, как раз напротив иберского города Гермаста, воротами разделены части света. Персы, а затем арабы уделяли особое внимание охране Дарьяльского прохода. Бакиханов пишет, что Дарьял на пихливийском языке означает «ворота героев». Арабский полководец Маслама завоевал его и поместил в нем гарнизон арабских войск, снабжившийся из Тифлийского пограничья Цагар. У Захария Риттера есть любопытный рассказ о миссии Кардаста в страну гуннов, где он вместе с другими семью священниками проповедовал христианство. Пигулевская, ссылаясь на персидские источники, пишет, что Кардаст был взят в плен персами в 503 году, а затем продан гунном, которые провели его не через Дербент, а через какой-то проход, который не находился под контролем у персов. Это мог быть Дарьяльский проход. По сведениям Прокопия Кесарийского, в 498-518 годах Дарьяльским проходом владел царь гуннов Амбазук. Царь Амбазук был главой государства гуннов, находящегося в области между Кубанью и Териком и известного под названием «Земля гуннов», при нем гунны умело торговали с Византией и Ираном. Амбазук состоял в дружбе с византийским императором Анастасием, приближаясь к смерти, этот гун предлагал Анастасию купить у него крепость, но тот отказался, не видя возможности там содержать византийский гарнизон. Когда Амбазук умер, эту крепость захватил персидский шахковат, изгнав оттуда детей Амбазука. Дарьяльские ворота попеременно переходили во владение держав, границы которых примыкали к Кавказу. Позднее хазарский царь Иосиф сообщает в своем письме к Шапруту, мы отражаем их урды далеко от наших именей, и мы их истребляем в последнюю ночь луны. Как только мы видим пыль, мы замыкаем, противясь неприятелю, все проходы. Надо полагать, что хазары во время царствования Иосифа контролировали Дарьяльский проход. В истории Агван приведены слова князя Севера, сказанные им по поводу событий в Тюр. В Кютском Каганате в 630 году. Тогда князь Севера, говорится в этом источнике, обратил лицо свое против сыновей своих. Он стал неистовствовать, и страшный днев его падал на птенцов его. За одно преступление он брал пеню тысячи, за два – десятки тысяч. Он все говорил о страшном возмездии, которое воздано неприятелям нашим, Господь совершил великое, восстав за нас. Они устремились на проходы во все три страны – Армению, Иверию и Агваню. В Иверию быстрее всего можно попасть через Дарьяльский проход. Путь посольства албанского князя Варастердата к хазарскому Хакану Алпылитверу проходил через главный кавказский хребет по проходу, соединяющему истоки Алазани и Койсу. Весною 724 и 725 годах, с возобновлением военных операций Джаррах направился не в Хазарию, а в Аланию, вероятно, через Дарьял. Подробности этого похода неизвестны. Имеются сведения лишь о том, что по ту страну Биллинджера он завоевал несколько городов и крепостей и захватил большую добычу. В 724 и 5-м году он опять выступил против Алана и обложил их подушной податью. Походы против Алана, вероятно, имели целью предотвратить возможность хазарских набегов через Дарьяльский проход, который находился во владениях Алана. Известно, что хазары стремились держать Алана в своей власти и еще в 721 и 2-м году, вели ними войну. Проникнув в Закавказье, арабы сразу осознали значение проходов через Кавказские горы и постарались закрепить их за собой. Как и их предшественники, арабы сразу же после завоевания стали восстанавливать или заново строить специальные пограничные линии, воздвигать крепости. Сообщение Ибн Хардадбеха о горных проходах Кавказа относится к даарабскому периоду. Ибн Алфаких, также упоминавший о них, ссылается на сведения Абуэл Мунзира Хишамабы. Мухаммада Б. Ассайба Алкалби, имя которого отсутствует у нашего автора Ибн Алфакиха и у ссылавшегося на него Якута. Масуди подробно останавливается на описании знаменитых своей неприступностью старинной крепости и мостах, перекинутого через большую реку возле нее, находившихся на границе царства Аллан-Валанском или Дарьяльском проходе. Маслама в 728-м, 9-м году, захватил эту крепость и расквартировал в ней арабский гарнизон, который снабжался продовольствием из Тифлиса, находящегося в пяти днях пути от этой крепости. Через Дарьяльский. Проход и через Дербент в 731-м году прошла армия Магометан под командой Мервана, когда Каган был арабами принужден принять ислам. Опора могущества аббасидского халифата Абу-Джафар Алмансур, 754-775, искал новые средства, чтобы удержать Хазар от враждебных выступлений. Назначенный в 752-м-третьем году правителем Армении Езид Ибнусай Тасулами, по-видимому, сильно опасался Хазар. Для предотвращения их набегов со стороны владения ланов, он занял арабским гарнизоном Дарьяльский проход, а затем получил от халифа указание жениться на Хазарской царевне и таким путем вступить в союз с Каганом. С появлением тюркютов на Северном Кавказе Аланы вынуждены были им покориться, а последующая их история протекает в тесной связи с наследниками последних Хазарами. В 8 веке, по данным Фазари писал, в 772-м-третьем году, Хазары и Аланы образовывали одно царство. Арабы во время войны с Хазарами неоднократно пытались обосноваться в Дарьяльском проходе и в земле Аланов и через нее осуществляли наиболее значительные походы вглубь Хазарской страны. Около 706 года, в царствовании Юстиниана II с отрядом в 50 человек Лев двинулся на соединение с 200-ми византийскими воинами, отбившимися от отступившей византийской армии, сражавшейся в Лазике и забравшимися в горы в надежде пробиться в дружественную Аланию. Возглавив этот отряд, Лев, впоследствии Лев и Савер сумел хитростью захватить под властную арабам крепость в горном проходе Цебель да Сухум и выйти в Апселю. Подошли к самому интересному дорогие подписчики. Глава 2. Этнический состав гарнизонов и колоний. С незапамятных времен различные племена переходили с юга на север и обратно, селились на Кавказе, а племена побежденные и гонимые находили убежище в неприступных вершинах и в ущельях этих гор, греки, римляне, персы, армяне, гуны, авары, тюрки, русы, хазары, арабы, монголы и татары захватывали многие местности и особенно Ширван, который более всего подвергался нападениям. И поэтому неудивительно, как разнородные жители этого края. В подтверждение сказанного можно сослаться на предания, памятники, имена, языки, обычаи, нравы, антропологию, вероисповедания. Персидские цари, в особенности из Дегерцин Бахрама Гура и Ануширован сын Кавада, переселили сюда многие племена из разных областей, основали здесь города и селения, развалины которых видны и поныне. В эпоху Кавада, когда иранцы создали очередной оборонительный комплекс против вторжения неприятелей на территорию империи через горные кавказские дороги, были основаны поселения иранских военных, а также обслуживавшего их персонала. Располагали их иранцы в отдаленных, более или менее удобных для проживания местах. Во время правления шаха в сифивитской династии персидские риту, детские войска попеременно вытесняли отсюда друг друга. Приведу несколько сообщений арабских географов о народах и населении этого края в эпоху арабского владычества. Начнем со слов Якута. Алхамави. Это, Дербент, один из крупных и важных пограничных городов. Он окружен многочисленными врагами и разноязычными народами. Рядом с городом есть большая гора, известная под названием Волк, на вершине которой ежегодно собирают много дров, чтобы в случае нужды разводить агонь и предупреждать жителей Азербайджана и Ара на наступление врагов, если они нападают неожиданно. Передают, что в горах, тянущихся от Бапа-Лаблаба, живет более 70 народов, каждый из которых говорит на особом языке, которого не понимает его сосед. Сасанитские цари придавали этому краю большое значение ввиду его важности и внимательно следили за всеми его делами из-за страха перед вторжением северных племен. Поэтому для обороны этого места были назначены стражи из переселенцев из разных стран и из людей, пользующихся у них доверием. Этим людям разрешалось строить все, что они считали необходимым для охраны края от разных тюркских племен, безбожников и других врагов, и для этого они не запрашивали центральные власти и не обременяли их расходами. В числе стражей, поставленных там, есть народ, именуемый Табарсранами, соседний с ними народ Филан, многочисленный и храбрый народ Лагзов, Лайзаны, Лахиджи, Шерванцы и другие. Каждому из этих народов, располагавших большим количеством отважных всадников и пеших воинов, было поручено для защиты определенное место. Бапа-Лаблаб – морской порт на этом море, и сюда приходят с севера Хазары, жители Сарира, Синдана, Хайзана, Грузии, Руклана, Зеревгерана и Гумика. Сюда приходят также суда из Джурджина, Табаристана, Дейлема и Джибаля. Только в нем и в его округах выделывают такие одежды из льна, каких нет ни в Аране, ни в Азербайджане. Здесь растет шафран и водится различная рыба. Масуди, упоминавший о построенной Ануширваном Кавказской стене длиной в 40 фарсахов, 240 километров, между Шерваном и Аланом, пишет, что каждые три мили, или больше или меньше, в зависимости от дороги, для которой служили ворота, Ануширван построил железные ворота. С внутренней стороны у каждых ворот он поселил отдельные племена, чтобы охранять ворота и примыкающую часть стены, все это для отражения опасности со стороны народов, живущих по соседству с этой горой, а именно от хазар, аланов, различных тюрков, сарерцев и других неверных. В другом месте Масуди добавляет, покончив с постройкой города, называемого Баб-Валя-Бобом, и стены, идущей в воде и по суше и достигающей гор, он, Ануширван поселил народы с их царями, назначил каждому саны титул и отвел границы, как то сделал Лардашир Ибн Бабик, когда установил в порядке царей Харасана. Другие арабские авторы также пишут, что сасаниды поселяли у таких «бабов», укрепленных проходов, специальную категорию служилых людей, переселенных из разных стран, которые в арабских источниках обозначены иранским термином, сильно искаженным в рукописях «сиесиджа», «сибасиджа», кроме этой формы дается также, Алана Шастакин, от персидского слова «нишеста посадить». Немаловажное значение имели расходы на содержание охраны кавказских проходов, которые были велики. А так как в защите кавказских проходов в равной степени была заинтересована и Византия, для их охраны шахи хотели привлечь и византийские средства тоже. Согласно Захарию Риттеру, Кават настойчиво спрашивал с римлян пять кентенарей в золото, которые он получал в качестве платы за содержание персидского гарнизона, оберегавшего ворота от гуннов. Как полагал Прокопий, Кават во встрече с послами Кесаря, дал понять, что он не прочь получать от римлян деньги и таким образом устранить все поводы к войне. По данным персидского историка Балами, еще при первом появлении в Закавказье арабы заключили соглашение с теми племенами Кавказа, Натер, Виттери и которых находились проходы через горы. Эти племена освобождались от податей и дани, но зато брали на себя обязательство охранять дороги и препятствовать вторжению неприятелей во владение халифата. Сверх того, в важнейшие из проходов были назначены арабские военачальники. Когда эти места завоевали арабы, и когда Букаер и Абтар Рахман приблизились к Ширвану, то Шахрияр, потомственный владетель этой области, изъявив покорность, запросил мира с условием не вносить дани, а тратить ее на содержание войск для защиты границ от набегов тюрок и других народов. Просьба Шахрияра была доложена Сураке, который отправил ее на рассмотрение халифа Умара. Халиф изъявил согласие, и вследствие этого ширванские шахи никогда не платили дани. Сурака разослал отряды в разные ущелья Кавказа и, покорив многие города, укрепил Оландскую и Хазарскую стены, оставив везде гарнизоны из мусульман. Если подытожить вышепривиденные сообщения, то встречаются такие слова о защите иранскими шахами кавказских проходов, как было вверено местным владетелям переселенцев из разных стран и из людей, пользующихся у них доверием, поселил народы с их царями, поселил отдельные племена, назначил каждому саны титул и отвел границы персидского гарнизона, оберегающего ворота от гуннов, размещали для их охраны военные гарнизоны и колонии обслуживания гарнизонов. Смысл этих слов понятен, иранские шахи за определенную плату поручали охранять часть Великой Кавказской стены местным кавказским владетелям, а более важные места охранялись переселенцами, пользующимися у них доверием. Цель данной работы – определить, в этногенезе каких современных народов наибольшую роль сыграли переселенные в древние времена иранские гарнизоны и колонии. По данным источников, переселенцы образовали большое количество городов, крепостей и селений, которых насчитывалось 360. Под словами «более важные кавказские проходы», естественно, надо понимать два главных прохода – Дербентский и Дарьяльский. В этих проходах иранские шахи всегда должны были содержать большое количество доверенных охранников и обслуживающих персонал из своего иранноязычного населения. Охрану башен и крепостей Западного Закавказья выполняли как сами византийцы, так и грузинские сваны и лазомингрилы и абхазо-адыгские племена.